Салют всем любителям пива, и сегодня прямо-таки долгожданный выпуск. Вы ждали этот обзор как мать с базара! Потому что сегодня будет очень много вишни, и знаю, что давно вам его обещают, и не только вам, себе тоже. И на самом деле я очень долго к нему готовился. Все понятно, эксперт хренов, компоты всякие рекламируют вместо нормального пиваса. Ну и не буду томить сразу, чтобы вы понимали масштаб события, ну и, конечно же, красивой картиночки ради. Вот такая вот команда Чупа-Чупс у меня сегодня собралась. Если честно, при виде ее немножечко меня передергивает, потому что действительно придется мне сегодня очень сложно. И, скорее всего, после этого выпуска у меня появится аллергия на вишню. Но, тем не менее, как вы видите, у нас тут две основные команды собрались. Это команда бельгийцев и команда отечественных производителей. Поэтому сегодня вот так вот столкнем лбами, будет самый настоящий баттл. Ну и среди них затерялся вот немецкий еще один экземпляр. Тем не менее, давайте по порядку представлю. Это Морт Субит, Линден Манс, Бонн, Тиммер Манс, Бельвью, Делириум, Киршбир от немецких пивоваров из монастыря Нойцелли, Вятский Трифон, Мотор из московской пивоваренной компании, наша местная самарская адаптация, Вишенка в дубе, Шерри Шерри Леди, Шерри Челли от пивоварни Коникс, Ну и Антон Павлович, Вишневый сад от Василия Островской пивоварни. Вот такая вот команда у нас сегодня собралась. Поэтому я предлагаю разделить этот выпуск на две части, так сказать, на две команды. Первая, это, конечно же, будет бельгийская как родоначальник этого пивного стиля, а во второй команде будет все остальное. И, честно говоря, у меня здесь вообще нет никаких фаворитов, несмотря на то, что бельгийское пиво считается вот прям-таки высоким, благородным. На самом деле я не исключаю, что что-нибудь из нашего или же вот немецкий вариант может оказаться самым вкусным. Поэтому я изначально планировал делать слепую дегустацию, но, честно говоря, я не вижу в этом никакого смысла, так как заведомо они у меня, каждый экземпляр находится практически на одинаковой стартовой позиции. Итак, поехали! Начинаем со стороны Бельгия. Ну и так как мы сегодня говорим о Бельгии, а значит ставим равно и слово ламбик, потому что сегодня действительно, да, пойдет речь о ламбиках, так называемом благородном бельгийском пиве. И это здесь у нас все является ламбиками, за исключением вот этого Delirium Red, но я его тоже включил в команду, потому что очень многие спрашивали, очень многим нравится это пиво. Мне очень нравится, между прочим. Поэтому давайте разберемся, что же такое ламбик. Многие ценители пива ошибочно считают, что это, ну, просто какой-то там фруктовый компотик. На самом деле это отнюдь не так. Ламбик это один из самых благородных видов пива в мире. И более того, я вам скажу, что это самый старый вид пива, потому что здесь используется дикое брожение, не участвуют никакие пивовальные дрожжи, а сусло сбраживается теми дрожжами и микроорганизмами, которые находятся в окружающей среде. Именно такое пиво варили люди несколько тысяч лет назад. И да, весь этот процесс выглядит так, будто у старого сарая снесло крышу к хренам, и чинить ее вовсе никто не собирается. Поэтому сусло действительно сбраживается под открытым небом, и это считается искусством. Также это единственный в мире вид пива, понятие которого официально закреплено юридически и привязано к территориальному признаку. Как мы знаем, сегодня можно сварить абсолютно вообще любой стиль пива, но именно ламбик вы ни за что и никогда не сварите, потому что пиво имеет право называться ламбиком, только если оно произведено даже не в Бельгии, а в маленькой сказочной стране. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Которая располагается на маленьком клочке земли в радиусе 15 километров от Брюсселя и носит название Пайотенланд в долине Сенна. Именно в этой маленькой сказочной стране располагаются старинные, кстати говоря, пивоварни, которые делают вот это уникальное пиво. И считается, что только на этой территории созданы специальные природные условия, которые могут делать ламбики. В сбраживании сусла участвует порядка там 5-6 разных штаммов дрожжей натурального природного происхождения. Тем самым ламбик может быть сварен только на территории Пайотенландо и нигде больше в мире. Но я вас сейчас немножечко запутаю, потому что на самом деле ламбики можно найти не только в Бельгии, но и в других странах, например, во Франции или же в Испании. И вы наверняка спросите, а как такое вообще возможно? Ты втираешь мне какую-то дичь. А все потому, что сам по себе ламбик в чистом виде вы нигде не найдете и не попробуете. Но разве что только в самом Пайотенландо, потому что это уникальное пиво варится на основе 30% несоложенной пшеницы и с добавлением намеренно состаренного хмеля. Да, действительно, хмель отлеживается сначала год и только потом его пускают в производство, когда он уже потерял все свои вкусовые свойства, которые так ценятся всеми остальными пивоварнями. Потому что создатели ламбиков считают, что ни цветочная ароматика, ни горечь, которая присуща хмелю, не нужна вообще в ламбиках. Ну, как бы оно и нахрен, и нахрен, допустим. Так оно и пусть будет. Тем самым ламбик представляет из себя такое, знаете, нечто кислое, скорее даже уксусное. Именно поэтому его всегда купажируют. То есть смешивают что-то с чем-то и получают новый напиток. И если сам ламбик может быть произведен только в Пайотенленде, то купажировать его могут абсолютно где угодно. И от этого он не перестанет быть ламбиком. Вот как-то так. Ни хуй я не понял. Ну, очень интересно. Итак, ламбики бывают нескольких типов. Первый, это, конечно же, чистый. О нем я только что рассказывал. Он даже не газированный. Второй вид ламбиков это фаро. Это когда база ламбика смешивается с обычным каким-нибудь легким пивом. Часто с добавлением сахара, либо сахарного сиропа. Также есть фруктовые ламбики. Малиновые. Они же фрамбуазы. И самый православный вид ламбиков это, конечно же, гёзы. Они же хёзы на языке носителя. Это когда молодой ламбик смешивается с выдержанным. И, кстати говоря, молодым может считаться ламбик только тогда, когда он выдержан в дубовых бочках от 6 месяцев до года. А выдержанные ламбики созревают как минимум 2-3 года. И я вам специально рассказываю о них именно сейчас, потому что у нас в России их хрен где найдешь. И, честно говоря, не знаю, когда смогу до них добраться, потому что продается у нас в основном только вот этот самый попсовый вид ламбиков под названием крик. Этим словом обозначается специальный сорт бельгийской вишни, который, собственно, и смешивается с базовыми ламбиками в виде вишневого сока, либо непосредственно в виде самих свежих давленных ягод. И считается, что самый лучший крик это когда вот ламбик смешивается именно с свежими ягодами. Например, вот этот вот у нас здесь есть экземпляр Бон. На литр такого пива приходится 400 грамм свежей отборной ягоды. Ну, а примечательно все эти виды вишневого пива тем, что они входят в так называемый Хорл. Это Верховный Бельгийский Совет по ламбикам. Делириум туда не входит, а вот эти вот все ребята входят. И председателем данного совета сегодня является Франк Бон, как раз таки, который считает, что ламбик это самое благородное пиво в мире. И оно по качеству равно или даже лучше, чем вино. И вот производя свой продукт, он вдохновлялся всегда именно виноделием. Продаются у нас по большей части именно вот эти вот марки с другими, что-то какая-то вот засада. Но если найду, обязательно потом сделаю дополнительный обзорчик. Так что на этом предлагаю пивной ликбез завершить и переходить плавненько к дегустации. Итак, я предлагаю открывать и пробовать их сразу одновременно. Я даже немножечко так в сторонку отсел. Характеристики у них плюс-минус одинаковые. Поэтому, ну, на всякий случай, чтобы не терять время, буду где-нибудь вот здесь подсвечивать. И приготовил вот такие вот замечательные бокалы. Знаю, что они винные, но на самом деле у ламбиков абсолютно разные типы бокалов. Какие-то из них более округлую форму имеют, какие-то более вытянутую. А третьи вообще, например, вот Тиммерманс, насколько я знаю, подается в бокалах из-под шампанского. Поэтому здесь кто во что гораст. И я выбрал именно эти бокалы, чтобы, ну, одинаково все в одинаковых условиях были. Также у меня здесь вот заготовлена водичка, чтобы, скажем так, обнулять свои вкусы. Прикиньте, алкаш такой сидит. На самом деле он не водичкой вкусы обнуляет, а чисто шлифует там мартинчиком каким-нибудь или водочкой. Недурно. И знаете, сейчас самое интересное, пока я разливал, обратил внимание, что здесь такой стоит прямо винный аромат больше, нежели чем вишневый. Ну, конечно, вишенка тоже чувствуется. Поэтому давайте по очереди сначала оцениваем ароматику. Первый экземпляр это у нас Мортсубит. Кстати говоря, назван он был в честь заведения, в котором французы играли в кости. И в переводе с французского Мортсубит означает внезапная смерть. Это был такой прием вот в этой игре в кости. Давайте оценивать. Ну, аромат, конечно же, сладкий, вишневый, довольно сбалансированный. Какой же он еще может быть? И здесь какие-то, знаете, немножечко вот примеси, что-то типа вот марципана какого-то. Ну, достаточно приятный очень аромат. Следующий у нас на очереди это Тиммерманс. Считается, что это первое вишневое пиво в мире. И рецепт его датирован 1702 годом. Как они сами уверяют, что этот рецепт не менялся до сих пор. И также они используют ту же самую технологию изготовления бочек для выдержки этого пива. И что примечательно, на одну 650-литровую бочку этого пива используется 100 килограмм свежей отборной вишни. Что ж, давайте оценивать. А вот здесь аромат, знаете, немножечко более кисленький. Если здесь вот прям сладко-сладко, то здесь кисловатенькая эта кислость, она, кислота точнее, сменяется вот этой вишневой сладостью, которая, она такая не приторная, а больше походит на такое не сладкое вишневое варенье. Прикольно, прикольно. Вот этот аромат мне нравится, если честно, больше. Дальше у нас на очереди Линден Манс, тоже довольно известный пивоварный рецепт, датирован 1822 годом. И здесь прямо очень ярко выраженный, наверное, пока что самый ярко выраженный аромат вишни. Такой очень душистый, приятный. Ну вот, если взять свежую вишню и раздавить ее, вот такой аромат вы получите. И немножечко с оттенком алкогольности, скажем так. Есть вот какие-то винные тона в этом аромате. Следующий у нас на очереди это Крик Бон. И это откровенный флагман, скажем так, всей этой линейки. Не потому, что Франк Бон является председателем Хоррола. Но на самом деле у него очень большой рейтинг на разных авторитетных сайтах. И кучу наград собирает это пиво. И просто посмотрите, как оно выглядит. Во-первых, это розовая такая шапка пенки. Она похожа на Тиммер Манс. Если вот у этих экземпляров она такая бледненькая белая, то здесь прям розово. И очень темный такой рубиновый цвет. Очень богато смотрится это пиво. Оцениваем. И здесь, знаете, вот не зря я взял винные бокалы. Потому что больше всего оно напоминает вино. Нежели чем какой-то там вишневый компотик. И уж тем более не пиво точно. Потому что, ну, действительно, вот такая винная ароматика. Вишни, конечно, тоже же чувствуется. И она сильнее здесь, кстати, чем у Линден Манса. И также здесь какие-то, вот знаете, нотки миндаля, что ли. Ну, вот что-то такое есть. Очень богатый и насыщенный аромат. Пока что по ароматике вот это вот самый топ, на мой взгляд. Ну и следующее Бельвью. Бельвью, кстати говоря, это, ну, не трушный лайнбик, если можно так вырезать. Потому что, если эти ребята применяют танцы с бубном, чтобы делать стабильный насыщенный вкус, то Бельвью добавляет, во-первых, концентрированный вишневый сок, вот. А во-вторых, ну, как-то непонятно, как они затесались вообще в этот хорл. Ну, не в почете, скажем так, этот напиток. Да и если говорить о цене, это самый дешевый. Часто можно его найти по акции. Там рублей за 79, там 89, 90. Ну, в общем, ладно. Давайте оценивать. А вот, знаете, вот по ароматике вот это самое менее приятное. Я его даже вот отмечу здесь. Потому что он кисловатый. И такое ощущение, знаете, что, ну, немножечко пропало, что ли, пиво. Хотя нет, сроки годности у нас здесь, да, со сроками годности все в порядке. Ну, ну, такой не очень приятный. Вишня, конечно же, тоже чувствуется. Но первое, что бросается в нос, это вот кислота. Так, итак, можно подводить итог. Так, первое место, это, конечно, по ароматике Бон. Без вопросов прям 100%. И последнее место, это Бельвью. Что ж, давайте переходить к оценке вкуса. Ой. Ой. Да-да-да. Очень прикольный вкус на самом деле. Он, конечно же, сладкий. Как будто пьешь вот вишневый компотик. И вот эта вишневая сладость, она прям сразу же встречает тебя кислинкой. Которая присуща, наверное, больше малине, нежели чем вишне. И не скажу, что она противная кислинка. Она довольно-таки приятная. Они здесь, кстати, пишут, что кислый, фруктовый и горький. Не знаю, зачем, почему они пишут горький. Горьчи здесь я вообще не наблюдаю. Но вот эта кислинка, она ярко выраженная. И очень такая приятная, подстегивающая. Которая заставляет тебя делать повторный глоток. Так что, если вы любите такое, то, ну, как минимум, я рекомендую попробовать. Очень прикольный вкус. Довольно необычно. Необычно. И надо сказать, что приятно. Приятно. Так, давайте это зафиксируем. И переходить к следующим экземплярам. Интересная первая штучка попалась. Видишь, вот такая вот она вся, игривая. Следующий на очереди Тиммер Манс. Я уже как-то давно очень пробовал. Довольно сладким оно мне показалось. Оцениваем. А вот это уже, знаете, не заставляет так улыбаться. Потому что есть какая-то, знаете, терпкость в этом вкусе. Во главе с того, конечно же, вишня. Но она какая-то, знаете, какая-то округлая, пустотелая. То есть, ну, нет вот этой приторности в нем. И также есть небольшая кислинка, которая присуща цитрусовым тонам. Единственное, я бы сказал, что оно немножечко, вот, опять же, да, пустотелая. Немножечко водянистая по сравнению с этим. Здесь вкус более насыщенный. А тут он такой более консервативный. Более такой сдержанный. Ну, в принципе, прикольно. Довольно-таки неплохо. Очень приятно. Переходим к следующему экземпляру. Это Линден Манс. Что можно про него сказать? На самом деле, тоже варится это пиво уже на протяжении шести поколений. И много наград оно уже собрало. И здесь у нас также наблюдается вот такая печатка. Официальный статус этому пиву был присвоен руководством Евросоюза. И звучит он как Traditional Specialty Garantide. То есть, ну, вот это вот пиво запатентовано, скажем так. Что это вот прямо-таки гарант качества. Блин, да что мне нос-то все чешется? Я пятый раз уже перезаписываю. Да пью уже, пью, пью. Все, хорош. А кто не пьет? Назови. Нет, я жду. Достаточно. Вы мне плюнули в душу. А вот этот экземпляр уже тоже заставляет улыбаться. Тоже похож очень сильно на Мортсубит. Потому что сладость здесь гармонирует с кислотой. И они прям вот так в тандеме меняются друг с другом. И, надо сказать, довольно сбалансированный вкус. Также очень много насыщенной вишни. И вот эта кислота, она именно вишневая. Вот есть вот такой сорт кислой вишни. Который вот прям очень хорошо, отчетливо перекликается в этом вкусе. И знаете, хочется сказать, что они все идут с кислинкой. Но вот эта кислота, она встречает нас именно вот при первых глотках. Потом, когда ты уже посидишь, посмакуешь, распробуешь. И при дальнейших глотках она уже более гасится. Потому что наши вкусовые рецепторы к ней привыкают. И дальше мы уже чувствуем такой глубокий, насыщенный вкус вишни. Вот эту вот вишневую сладость. Возможно, какие-то другие дополнительные оттенки. В частности, вот здесь могут быть и цитрусовые, и там малиновые оттенки. Вот. Так что, такое вот наблюдение. Записываем плюсик. Мне довольно понравилось это пиво. Пьем водичку. И переходим к нашему флагману под названием Крик Бон. Сразу, без слов, оцениваем вкус. А вот это уже, знаете, очень серьезно, ребята. Я не зря обращал внимание на винную ароматику. Потому что вкус очень хорошо ее повторяет. Действительно, складывается такое ощущение, что мы пьем не вишневое пиво, а вино. Очень похоже на вино. И знаете, вишня, которая здесь присутствует, она какая-то другая. То есть, отличается от сортов вишни, которые используются здесь. Она... Знаете, я вспоминаю детство, когда мы в деревне ходили пить у грузин такую черную крупную вишню. Очень напоминает вот этот вот вкус из детства. Потому что она настолько была сладкая, настолько ароматная и вкусная. Вот до сих пор я ходишь по магазинам, я вот такой вишни нигде, если честно, не встречал. Поэтому, ну вот, очень сильно напоминает. И, честно говоря, я бы дал этому пиву еще постоять подольше. Потому что он произведен у нас в 2020 году, а срок годности до 2024. И считается, что хорошее вишневое пиво должно настояться в бутылке как минимум 3 года. И вот, вот, надо его пробовать именно в 2024 году, на самом деле. И тогда оно было бы просто вот конфета вообще. Обалденно! И это просто, просто шикарно! Ну и остался предпоследний экземпляр. Это Bellevue. Тоже Крик Ламбик. Оцениваем. Why? Why? Честно говоря, мне не понравилось это пиво. Ааа, потому что... Ааа! Здесь излишняя сладость, излишняя кислота. И оно какое-то вот такое все резкое, несбалансированное. Тоже напоминает вино. Но такое, знаете, дешевое, паршивенькое. После вкусия у него сухое. И, ну, может быть, в жару, конечно же, зайдет. Но, не знаю, из всех этих экземпляров оно мне понравилось меньше всего. Сразу минус. Ну нахер. Так, ну и переходим к нашему последнему экземпляру. Это, так скажем, наш спешил гест. Он пойдет вне конкурса. Я его не буду оценивать. Потому что, ну, это не ламбик по своей сути. Это просто пиво с добавлением вишневого сока. И, что примечательно, у него есть вот такой фирменный красивый бокальчик, на самом деле. Красивый, правда. По легенде, бельгийцы настолько упиваются этим пивом, что им везде начинают мерещиться вот эти вот бедные розовые слоны. И если посмотреть на бокал, то эта концепция очень хорошо в нем отражена. Слоны здесь абсолютно везде. И, начиная от логотипа, также по периметру бокала, здесь вам не видно, но постараюсь показать поближе. На основании бокала также отпечатан слон. И даже на дне есть маленький вот, ну, еле заметный выгравированный слоненок. Ну, и сам бокал, как вы видим, ножка этого бокала выполнена в виде хобота слона. Очень интересно. И, кстати говоря, данный бокал очень хорошо ценится у всех коллекционеров пивных бокалов. Поэтому наливаем сразу же и пробуем. И, знаете, тоже очень насыщенный хороший аромат. И он абсолютно такой сбалансированный, непритерно-сладкий. И, может, конечно, бокал здесь тоже влияет за счет того, что у него побольше объем. Аромат здесь более так хорошо прочувствуется. И, знаете, кстати говоря, здесь помимо вишневого сока еще добавляется сок бузины. И в аромате он тоже очень-очень хорошо чувствуется. Ну, и также, как ни странно, пробирается нотки хмеля. Пробуем. И, знаете, очень прикольное и приятное ощущение оставляет это пиво. Отличается очень сильно от всего этого. Потому что, во-первых, оно крепкое. И эта крепость, она чувствуется. Поэтому я рекомендую дать постоять и подышать этому напитку. Также, ну, хорошо, конечно же, чувствуется в первую очередь эта вишня. Бузина где-то там далеко. И в послевкусии пробирается как раз-таки вот эта вот хмельная горечь на самом деле. И в целом она прикрекается с алкогольной составляющей. И именно поэтому создается ощущение, что мы пьем не что-то там вот фруктовое там в виде сока, компота и так далее. А именно вот пьем пиво с очень насыщенным вишневым вкусом. Пили мы его как-то в баре в Нижнем Новгороде. И там в разливном варианте оно было такое, знаете, более мягкое, такое более округлое. Алкоголь меньше чувствовался за счет азотной газации. Здесь все-таки углекислый газ. Именно поэтому он здесь более такой резкий, скажем так. Поэтому, что хочется сказать. Довольно прикольное пиво. И не зря оно многим нравится. Стоит оно, конечно, тоже немало. Там 250-300 рублей. Иногда может быть даже 350. Но в целом, надо сказать, экземпляр более чем достойный. Поэтому приз зрительских симпатий однозначно уходит ему. Ну и надо нам в завершении подвести какой-то там итог. Расставить все на свои места. Поставить рейтинги. Первый, конечно же, это Крик Бон. Однозначно мне он понравился больше всего. На второе место я бы поставил Линден Манс. Линден Манс. Потому что он довольно-таки приближен. Классный сбалансированный вкус. Насыщенный. Тиммер Манс я, наверное, поставлю на предпоследнее место. И вот Морт Субит. Это вот у нас будет третье место. Потому что, ну, мне понравилась, честно говоря, его вот эта вот задорность и игривость. Вот. Такой, значит, рейтинг. Ну, Бельвью, честно говоря, я не советую. Не советую. И не потому, что он там в банке. И не потому, что он дешевый. Ну, и объективно по цвету что-то, что-то вот здесь какое-то бледно-непонятное, скажем так. Знаете, сейчас немножечко вот бэкстейджа. Я сейчас после съемок пробую по очереди это пиво. Бон действительно как будто пьешь вино. Линден Манс это самое сладкое из всего представлено. Морт Субит это, ну, менее сладкое. По сравнению с этими, Тимирманс это вообще такое ощущение, как будто пьешь газированную воду со вкусом вишни. Ну, а Бельвью, как я уже говорил, также что-то непонятное. И самое интересное, хочется продолжать и допивать пиво не именно вот Делириум. Потому что оно очень такое прикольное. Когда излишняя алкогольность выветрилась, оно стало таким вот приятным, округлым и, ну, довольно хороший, сбалансированный, насыщенный вкус. Так что, вот такие вот неожиданные итоги. Российскую команду я тоже не списываю со счетов, потому что я вообще не исключаю, что они могут какие-то экземпляры оказаться вкуснее бельгийцев. Это, знаете, можно сравнить с чем. У меня вот коллеги по работе любят говорить, с вами работать это все равно, что с большими пацанами в футбол играть. Даже если выиграешь, все равно пи***ей дадут. Вот здесь может быть абсолютно такая же ситуация. Российское пиво может оказаться вкуснее бельгийца, но при этом это не отменяет того факта, что бельгийское пиво это высокое, благородное, которое приравнивается к искусству. Как-то так. Итак, вот она наша вторая команда Чупа-Чупс и начинаем по порядку знакомиться с каждым экземпляром. Первый это, конечно же, мотор от московской пивоваренной компании. Изначально на его месте должен быть другой экземпляр, который называется Мишенька под вишенькой, но я его чисто случайно попробовал и оно оказалось настолько мерзким, настолько горьким, несколько даже химозным, что, ну, честно говоря, оно меня очень сильно разочаровало и не захотел я его включать в рейтинг. Вместо этого вот взял мотор вишневый, это крепленое пиво и за счет своей крепленности оно должно очень сильно напоминать, ну, вот, например, вот этот вот делериум, почему бы и нет, который, кстати, мне говоря, больше всего понравился из бельгийских вариантов, поэтому оцениваем ароматику мотора. И, как я говорил, очень похоже на бельгийский вариант делериума. Сразу, в ароматике сразу ставим в плюс, потому что очень насыщенный вишневый аромат и, надо сказать, здесь нет никакой химозности, он довольно-таки натуральный, хотя, ну, пиво достаточно дешевое и здесь добавили, добавили все-таки ароматизатор. Здесь не только вишневый сок в составе. И сразу же переходим к следующему экземпляру, это Трифон Крик от пивоварни Вятич, что находится в Кирове. Это линейка, кстати говоря, под названием Трифон, она такая, считается, ну, типа Крафти, оцениваем ароматику. И, знаете, здесь более насыщенный аромат и более натуральный, чем в предыдущем экземпляре. Да-да-да, действительно, все познается в сравнении, вот видите, как. Очень хорошо чувствуется вишня и также хорошо присутствуют какие-то, знаете, пряные нотки, что-то типа вот, ну, миндаля, вот какие-то вот орехи. Очень интересный аромат и, что очень понравилось, прикольная шапка пенки. Она такая розовая, прямо в цвет этикетки и из всех экземпляров это самый насыщенный такой темно-богатый рубиновый цвет. Очень прикольно. Переходим к следующему. Дальше у нас пошло крафтовое пиво. Это пивоварник Коникс из Пензенской области, города Заречный. И здесь они, кстати говоря, сделали прямо-таки хороший закос под Бельгию, потому что добавили пшеничный солод и, ну, естественно, вишневый сок. Оцениваем аромат. Аромат, знаете, какой-то бледненький, пустой, честно говоря, вишенка чувствуется, но она какая-то, такое ощущение, как будто она вообще какая-то несвежая, полежавшая. Ну, не знаю, хотя пиво, пиво, кстати говоря, нефильтрованное и не пастеризованное, то бишь живое. И что еще хотелось бы сказать, у меня вот главная претензия к крафту, вот называется оно «Cherry Cherry». Это, знаете, помните, как в той песне? А претензия к крафту вот состоит в том, что вот, вот картинка, что я здесь должен понять вообще? Это какая-то полубаба, полуягодка, полу там какая-то геометрическая фигура вообще. И чтобы понять, что из себя представляет напиток, нужно вот стоять, вчитываться и гадать, вот что оно из себя представляет. Чего не скажешь, кстати говоря, о вот этом экземпляре. Вот смотрите, вот это прямо-таки красота, тоже крафтовое пиво от питерской Василия Островской пивоварни. Вот, пожалуйста, Чехов. И здесь у нас, пожалуйста, «Вишневый сад». Это произведение Чехова, если кто не знал. И здесь сразу же понятно, что это вишневое пиво, вишневый «Л». Сразу указано процент алкогольности, объем. Ну вот, вот, вот так оно должно выглядеть, а не вот эта вот херня, что вы рисуете. Но это еще полбеды, здесь хоть как-то что-то более-менее можно разобрать. Есть крафтовое пиво, которое, знаете, вот тупо взяли кадры из какого-нибудь «Властелина колец» или там из «Ведьмака». Напечатали вот так вот на баночке и сиди, гадай. И чтобы понять, что из себя представляет пиво, нужно вчитываться вот в такой вот, мать его, мелкий текст. И, честно говоря, это мне вообще не нравится. Ну ладно, это отдельная тема. Давайте оценивать Чехова. И аромат здесь очень напоминает вот это пиво от «Коникса». И я, кстати, понял, кажется, чем здесь пахнет. А пахнет здесь именно дрожжами, потому что это тоже живое пиво, то бишь, не пастеризованное. И которое в лучших бельгийских традициях дображивается в бутылках. Да, здесь мы как раз-таки видим такой осадок. И само пиво в целом мутное. И, кстати говоря, вот эта вот бутылочка от шампанского, это не какой-то там маркетинговый ход. Потому что, когда пиво дображивается в бутылках, действительно, оно может взорваться, вот если налить его в такое. Ну, если маленький объем здесь окей, оно допускается. Ну, а когда объем больше, здесь 0,75, то уже используется вот такая бутылка с толстым стеклом и пробкой от шампанского. Так что, вот так вот оно. Но также здесь тоже пахнет вишенкой и присутствуют дополнительно какие-то фруктовые тона. Я бы их назвал персиковыми, если честно. Довольно тоже прикольно, необычно. Далее у нас тоже типа крафти пиво. Ну, это уже самое дешманское от местной пивоваренной компании. Трехсосинское пиво. Но я его просто взял в качестве разнообразия, как дешевый экземпляр. Потому что он тоже может оказаться вкусным. Вкусным, как ни странно. И, ну, и так как он дешевый, так же, как и мотор, здесь тоже, помимо основного вишневого сока, добавлен еще и вишневый ароматизатор. Оцениваем. Пахнет плюс-минус так же, как вот эти вот крафтовые варианты. Очень такой округлый, ненасыщенный аромат. Вишенка, конечно же, тоже чувствуется. Но, но, но как-то бледненько, бледненько, ненасыщенно. Ну, и в конце наш немецкий легионер от монахов-пивоваров из монастыря Нойцели. Я, кстати, уже делал обзор на их пиво, темное и светлое. Ссылочка будет, обязательно зацените. У них очень интересная история. Ну, а сейчас оцениваем их киршбир. И знаете, аромат здесь очень похож на то пиво, которое я уже обозревал от них. Это именно темное шварцбир, потому что аромат такой очень специфичный. Напоминает, честно говоря, удобрение. Ну, просто говоря по-русски, навоз. Ну, и вишенка, конечно же, тоже чувствуется. Как будто вот навоз действительно с вишневым соком смешали. И вот, вот получилось нечто такое. Ну, очень интересное. Оставим его напоследок, как специального гостя. Сейчас давайте приступать непосредственно к самой дегустации. Это вот как раз-таки то, о чем я говорил. Дешевое пиво может тоже оказаться вкусным. Несмотря на то, что оно довольно крепленное. Почти 7 градусов. Алкоголь здесь вообще не чувствуется. Очень хорошо во вкусе присутствует тело вишни. Оно такое сладкое. При этом не притерное. И довольно сбалансированный такой вкус. Очень хорошо напоминает бельгийцев. Ну, в частности, как я уже говорил, вот этот вот Дилериум Ред. Поэтому, если хотите крепленного пива и сладенького с вишневым устойчивым ароматом, пожалуйста, это оно. Переходим сразу же к трифону. Блин, красиво он выглядит все-таки, зараза. Пробуем. Ой, ой, какой ты вкусный, зараза. Че ты делаешь? Слушай. Ой, мама, кто это? Ой, мама, кто это? Очень удивило меня это пиво, честно говоря. И знаете, такой глубокий, вот прямо-таки объемный вкус. Ароматная вишня. И, ну, дополнительно есть какие-то вот еще другие нотки, я уже говорил, да, при оценке аромата. Вот во вкусе они тоже присутствуют. И в целом хочется сказать, что здесь, сколько здесь, там, 4,5, да, стандартные проценты алкоголя. Алкоголь здесь вообще не чувствуется. Такое ощущение, как будто, ну, реально ты пьешь очень вкусный вишневый лимонад. И за счет низкой газированности даже скорее не лимонад, а просто вишневый сок. Где наслаждение? Там я. Переходим к нашему крафтовому пиву, скажем так. Пивоварня Коникс из города Заречный. Прикольное пиво. Прикольное, оно заставило меня улыбнуться. Так же, как это сделало вот это вот пиво под названием Мортсубит. Потому что это тоже во главе стола у нас вишня. И она, вот эта вишневая сладость, очень хорошо переходит в такую подстегивающую, задорную кислинку. Которая вот действительно заставляет улыбаться и делать повторный глоток. И очень, очень похоже. Вкус практически идентичный. Пожалуйста, если хотите, ну, не хотите покупать бельгийцы и хотите поддержать отечественного производителя, то, пожалуйста, Коникс это самое оно. Единственный минус здесь в том, что цена у этих двух экземпляров практически одинаковая. Только, ну, вся разница в том, что вот это вот 0.33, а здесь у нас, ну, полноценные 0.5. Поэтому, если вы хотите побольше объема, то вот, пожалуйста, Коникс вообще ничуть не уступает бельгийцам. Следующий у нас на очереди Антон Павлович. При всем уважении. Пробуем. А вот это, вы знаете, пиво уже посложнее несколько. Потому что, если у предыдущих экземпляров такой вкус, ну, он более плоский. Ну, плоский, наверное, некрасивое слово. Он более такой простой, понятный. Здесь вот приходится его вот поспаковать, поразгадывать. Потому что действительно многослойное пиво. Здесь используются, кстати говоря, бельгийские сорта солода. И в первую очередь мы чувствуем солодовую вот эту вот сладость. И только потом уже у нас выступает такое протяжное, долгое послевкусие с приятным ароматом вишни. Вот такое оно интересное пиво. Очень-очень прикольное. Оно мне очень понравилось. Что ж, переходим к вишне в дубе от нашей трехсосинской пивовары. Ну, знаете, вроде бы не дурно, с одной стороны. Но, с другой стороны, как будто вот им вот не хватило мастерства, что ли. Потому что такое вот пиво, оно оставляет вопросики, скажем так. Здесь присутствует несколько химозность. Вот эта вот она действительно чувствуется. Потому что помимо вишневого сока добавлены и ароматизаторы. И также присутствует вот эта вот кислинка, которая несбалансирована. И прямо вот таки выступает на первый план. Она оставляет неприятные ощущения. Вот заставляет немножечко вот морщиться меня. Нельзя сказать, что это сильно плохо. Конечно, не похоже на бельгийцев. Но за свою цену, сколько она стоит, там 39-49 рублей. Если вы любите вишневое и не готовы платить много денег, пожалуйста, берите. Но пока она мне понравилась меньше всего, честно говоря. Так, давай наш спешл-гест киршбир от монахов-пивоваров из монастыря Нойцели. Чем ты нас удивишь или не удивишь? Попробуем. Блин, что вы туда добавляете? Мне вот интересно. Ячменный солод, хмель, сахарный сироп, вишневый сок. Ну, не знаю, как они это делают. Не скажу, что это, с одной стороны, противно, но и не сильно приятно. Как-то сначала мы чувствуем солодовую сладость. Вот это солодовое тело, которое идет именно с вишневым оттенком. Потому что вишня на втором плане. И в послевкусе у нас выступает, ну, такая вот тоже приятная подстегивающая кислинка. Как это вот было вот у нас здесь и здесь у Чехова. Но при этом во всем во рту остается такое, знаешь, ну, я грубо скажу, очень грубо. Такое ощущение, как будто ты поел говна. Вот. Ну, действительно, так оно и есть. Но при этом... Я не знаю, как это оценивать. Я сейчас его немножечко посмаковал, распробовал. И уже, ну, нормально оно пьется. Конечно же, про говно было довольно грубо сказано. Но довольно специфический вкус. Будьте к этому готовы, если планируете его попробовать. Так, что ж, давайте подытоживать все это безобразие. Но, честно говоря, у меня уже воротит. Прям вздрагивает этой вишни. Но назвалось пирожком подрезай в печь, как говорится. Давайте еще раз оценивать по очереди и в итоге составлять конечный рейтинг. Опа-на! А вот здесь уже неожиданно. Так неожиданно и приятно! Если прям вот, ну, не обнуляя вкусовые рецепторы, пробовать все это друг за другом, то вот киршбир мне, кстати говоря, неплохо так побольше понравился. Но давайте оценивать. Сначала по сладости оценим. Если вы прямо любите вот сладкое-сладкое лимонадик, то это, конечно же, однозначно трифон. Это однозначно вишня в дубе. Тоже довольно сладкое и насыщенное пиво. Но, в целом, если говорить о сбалансированности, о качестве этого пива, то на первое место у меня выйдет, я думаю, все-таки коникс, все-таки коникс, он получше будет. Такой действительно хороший вкус у него, добротный. На второе место я поставлю чехова, потому что он менее насыщенный. Давайте вот так вот сделаем. Первый у нас идет коникс. Второй у нас чехов. Ну, чехов спорно, потому что он такой немножечко ненасыщенный вкус, и его нужно, нужно его распробовать, смаковать, вот распознавать, скажем так. На второе место поставлю я, на третье точнее, поставлю трифон. Далее у нас идет мотор. Хотя, в целом, оно неплохое. Я его просто ставлю на третье место за счет того, что здесь добавили химию, то бишь ароматизаторы. А так, в целом, если объективно оценивать вкус, он реально, реально неплохой. На последнее место это вишня в дубе. Ну, и при зрительских симпатии, при зрительских симпатии, да, потому что действительно специфичное пиво. Киршбир. Ваше здоровье. Оно вроде бы сбалансированное, но вот этот вот специфический привкус меня немножечко отпугивает. Его я поставлю где-нибудь вот так вот в клинью посередине. Вот такой у нас итоговый рейтинг, друзья. И в целом, общее впечатление у меня российское пиво оставило довольно-таки неплохое. И это то, о чем я говорил в самом начале своего выпуска, что по вкусовым своим составляющим наше пиво вполне себе неплохое и легко может потягаться с импортом. Даже с таким великим и уважаемым, как вот эти вот пельгийские ламбики. Вот такие вот итоги, друзья. Постарался, конечно, наиболее полно и объемно передать вам всю эту информацию. Что с ней делать, решайте сами. Какое пиво выбирать, тоже решайте сами. Ну и постарался я, конечно же, объективно оценить. Тем более в вишневом пиве у меня вообще нет никаких там притязаний. Поэтому, наверное, рейтинг должен быть плюс-минус объективным. Ну и в завершение, как обычно, по традиции, пейте только хорошее пиво. И помните, лучше по чуть-чуть, но с кайфом берегите свое здоровье и до новых встреч. Пока!